Дмитрий Юдин Через несколько минут ворота представителей Чехова последовала вторая шайба. Ее забил нападающий Семен Суворов. Дмитровские болельщики горячо подбадривали сборный коллектив Дмитрова и Ходькова. И наши проводили хорошие атаки. Но вратарь соперников оказывал отчаянное сопротивление. В начале третьего отрезка чеховская дружина все-таки пробила оборону и забросила шайбу. Напряжение нарастало. Нашей команде было важно сохранить преимущество. И это у нее получилось превосходно. К концу третьей 20 минутки ворота чеховской команды и последовала еще одна шайба. На этот раз гол забил нападающий Никита Петров. 3-1 в пользу Ходькова Дмитров 2. Таков общий итог встречи. После этой игры команда занимает пятую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 27 очков. Коллектив из Чехова идет следом. В открытом первенстве Московской области принимают участие 6 команд с 1999 по 2004 года рождения, представляющих два города – Дмитров и Ходькова. Дмитровская Дю США по хоккею включила в сборную второй состав игроков. Первый, напомним, выступает в первенстве Москвы. Для представителей Ходькова попадание в сборную дружина – уникальная возможность проявить себя и приобрести соревновательный опыт. У нас хоккей, допустим, в Ходькове существует уже с 60-х годов. То есть у нас есть своя школа, и мы как бы занимаемся, правда, на естественном льду. Мы здесь ездили сюда, постоянно регулярно арендовали лед. Когда лед построился здесь, то есть арендовали лед, накатывали детей. Осень, весна, а зимой мы, естественно, катались и играли на своем льду. Ну, поступило предложение от руководства, от администрации Дмитровской команды создать совместную команду Ходькова-Дмитров. То есть наших ребят подключить и тех ребят, которых накатывают, тех, которые, допустим, на данный момент по каким-то причинам не попадают в состав в основной. Сейчас все шесть команд Ходькова-Дмитров-2 расположились на пятых, шестых и седьмых местах турнирной таблицы. А всего в каждой возрастной группе представлено восемь команд-участниц. Результаты пока невысокие, но для мальчишек каждая игра – это большой хоккейный праздник, который дает только положительные эмоции и развивает их силу и выносливость. Соревнования начались в сентябре и проходят в три круга. Через месяц определятся призеры и победители. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...